Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам отправляюсь в Мега Хэнд в день завоза. И сразу забегая наперед скажу, что вещей много, а выбора особо нет. Но кое-что я нашла, что хочу вам показать на примерке. И первое, что я примеряю, это вот такую градиентную юбку, и к ней в комплект я подобрала такую блузочку-футболочку легенькую. Она, кстати, тоже градиентной расцветки. Забавное совпадение вышло. Сначала я нашла вот эту блузочку, а потом юбку. Она, кстати, в тех же расцветках. Забавно получилось. Вот такая блузочка. Но мне она великовата, это видно. Плечи сползают немного, ну и фасон у нее такой. Не в моем стиле, но решила примерить, потому что мне показалось забавным совпадением. И решила посмотреть, как будет смотреться с этой юбкой. Юбка, конечно, мне великовата в поясе, но идея интересная. Вот так называется фирма этой блузки. Поближе показываю вот эти кружева. По составу здесь у нас, что у нас здесь, 55% хлопка, 45% вискозы. И стоила она, как ни странно, всего лишь 100 рублей. Хотя она даже не в разделе распродаж висела, а в общей куче, скажем так. Вот название фирмы юбки. Здесь уже 55% лен и 45% хлопок. И стоила она 280 рублей. Меня продолжает вести на лен. Как ни странно. Дальше примеряем вот такой комплект, скажем так. Решила сразу примерить и юбку, и верх. Юбка очень легкая, такая летящая, воздушная. Но кофточка, по-моему, не великовата, потому что, мне кажется, эта резинка на талии должна более плотно прилегать. Понравился такой интересный, необычный фасон. Решила примерить. Но мне не очень понравился. Может, потому что размерчик все-таки не мой. А юбка прикольная, конечно. Она очень легкая, невесомая. Но, опять же, она в талии мне не села. Хочется, чтобы она сидела повыше. Она у меня съехала. Хотя сзади она вот как на резинке сделана. А спереди, ну, просто пояс такой. Вот так называлась фирма этой кофточки-блузочки. Ткань очень приятная к телу. Интересная расцветка. Это у нас 100% вискоза. Но великовато. Не знаю, не нашла я бирку с размером. Но, возможно, это не мой размер. А так бы смотрелось лучше. Вот название фирмы юбки. И здесь составе 68% хлопка и 32% шелка. И стоило оно всего лишь 150 рублей. То есть, это цена без скидки в завоз. Удивительно. Дальше я взяла на примерку. Дальше у меня будут сплошные блузки. Потому что в остальном там смотреть вообще не на что. Поэтому я нашла несколько шелковых блузок, которые решила примерить. И показать вам, что же можно найти в завоз. Остальное меня не впечатлило от слова совсем. Вот примеряю вот такую черную блузку. Она очень такая легенькая, воздушная. Приятная. Интересный фасон. У нее сверху горлышко собирается на такую резинку. И вот такие рукавчики немножко расклешенные получаются. Она вот такая длинная, свободная. Очень приятная к телу. Вот так называется ее фирма. И тадам! 100% шелк. Это размер М. Но мне кажется, на меня она села неплохо. Она вот на таких пуговичках идет. Они расстегиваются. И стоила она 190 рублей. То есть это не окончательная цена, а полная цена этой вещи. За шелковую. Хотя некоторые блузки вообще там оценивают 350 рублей, а не полиэстровые. Где логика, не знаю. Дальше примеряю вот такую. Футболочку назовем ее так. Здесь спинка сделана из вискозы, а перед из шелка. Бирки я, конечно, на ней не нашла. Но я точно такую же с дефектом видела в магазине Вова. И там была эта бирка. И я знаю, что здесь сзади вискоза, а перед сделан из шелка. Там эта бирка присутствовала. А здесь она была срезана и осталось только... Не знаю, зачем срезать бирку с составом и оставлять вот такую какую-то. Непонятную. Ну, в общем, как-то вот так. 220 рублей она стоила. Дальше примеряю вот такую футболочку. Она похожа в формат. Сзади она вискозная. Вот такая. А спереди вот такая шелковая. Но здесь шелк уже другой. Он не блестящий. Он на ощупь чем-то напоминает один из подвидов вискозы. Такой вот шершавенький. Но в то же время очень приятный к телу. И это ощущается. Я прям влюбилась в эту футболку. Здесь нет никаких швов на плечах. Ну, обозначающих, где кончается плечо. Вот так называется фирма. Я знаю, что эта фирма делает шелковые вещи. И прямо на самой бирке уже написано 100% шелк. 220 рублей, девочки. Я в шоке немножко от цен. Ну, вот как я и говорила. Перед 100% шелк. Сзади вискоза. Дальше примеряю вот такую рубашку. Ну, она мне, как всегда, велика. Но я решила примерить, показать вам. Потому что мне понравился состав. И я думала, что это будет какая-то интересная модель. Но вот эти хвосты мне не нравятся от слова совсем. На банты их завяжешь. Это какой-то добавляет объем ненужный в районе талии. И некрасиво смотрится. А если оставлять их болтаться, тоже как-то странно смотрится. Я решила примерить. Думала, может, как оверсайз. Но нет. Не то пальто. Конечно, размер L. И тут какие-то подрыпанные пуговицы. Мне не очень понравились. Или я их не очень поняла. Может, они такие и должны быть. А-ля Винтаж. Но не думаю, конечно. И по составу здесь 84 вискоза и 16% лена. Ну, я на ощупь уже сразу поняла, что лен здесь есть. 220 рублей она стоила. Дальше примеряю вот такую блузочку. Здесь очень интересный формат проймы. То есть он не просто круглый, а каким-то уголком идет. Вот такая блузочка здесь. Вот такой вырез интересный сделан. Пуговичек никаких нет. Эта блузочка, опять же, оказалась мне велика. Поэтому вырез смотрится глубоко. И она на мне сидит. Ну, видно, что она мне велика. А так расцветка интересная. Такая зелененькая. В какую-то беленькую пятнышку. Вот так называется его фирма. Его блузки. Его. Ее, конечно. Фирма. И это 100% шелк. Тоже такой приятный к телу. И все-таки какой разный шелк бывает. 150 рублей она стоила. Дальше нашла вот такую блузку. Она тоже шелковая. Забегая наперед скажу. И здесь фактура шелка вообще совсем другая. То есть первый там был блестящий. Второй такой шершавенький. Этот вообще напоминает какую-то парчу, что ли. То есть такой фактурный. Дальше я вам поближе там покажу. Мне кажется, эта блузка вообще винтажная. Потому что здесь такой специфический воротник, рукав. По-моему, там даже подплечники были. Но как оверсайз она не подойдет. Потому что она вот тут идет приталенная. И за счет этого видно, что она мне просто велика. Вот так называется ее фирма. Пуговички здесь такие самые обычные. И вот показываю вам фактуру, которую я говорила. Здесь такие вот как полосочки, вкрапления, как обычно бывает у льна. Но несмотря на это, здесь написано, что это стопроцентный шелк. Я была удивлена. Ради интереса решила заглянуть на бирку. И увидела, что это все-таки шелк. Какой же он разный бывает. Так что я теперь всегда смотрю бирки, когда сомневаюсь. Шелк это или не шелк. И цена тоже 150 рублей. А рядом полиэстеровые блузочки за 300-400. Дальше примеряю вот такую рубашку цвета хаки. Давно я хочу найти рубашку цвета хаки. Здесь такой на груди карманчик с одной стороны есть. Интересная рубашечка, в принципе. Но она мне велика. И по рукавам это особенно видно. Ну, если их приспустить. Если их поднять, конечно, оно смотрится лучше. Но хочется, чтобы была рубашка многофункциональной. А не только носить за кота в рукава. Вот так она смотрится. Вот такая она по длине. Фирма Марко Поло. Да, размер не мой 38. У меня, скорее, 34-36. Поэтому, конечно, видно, что она мне велика. И здесь 53% шелка и 47% хлопка в составе. Тоже очень приятная к телу. И цена 170 рублей. Вы мне пишите, что у вас цены такие дорогие, а у нас дешевые. Я теперь понимаю, что да. У нас цены, наверное, дешевые. Также нашла еще вот такую блузочку. Здесь вот такой воротник интересный. Мне кажется, вот такие воротники. Раньше были модные. Когда-то. И мне кажется, она винтажная. И забегая наперед, тоже скажу, что это шелковая блузка. И здесь, вы видите, она уже прям блестит. Такая, как атласная. Ну, прям такой блестящий шелк. И тоже такой очень приятный к телу. Вот такая она длинная. Здесь рукава мне, конечно, тоже длинные. Ну, потому что размер не мой. Но черная, шелковая. Очень классно, конечно, смотрится. Я даже думала ее взять. Но все-таки бью себя по рукам. Потому что много набирать, потом носить некогда. И это тоже стопроцентный шелк. И здесь такие интересные именно перламутровые пуговицы из перламутра. И стоила она 220 рублей. Как себя не бить по рукам, когда видишь такие цены. И еще одна вещица интересная, которую я примерила. Она выглядит на мне сейчас нелепо, конечно. Потому что она мятая. И села она как-то не так, как хотелось бы. Она даже, скорее всего, новая. Потому что здесь один разрез даже не распорот. Вот, сзади она выглядит вот так. Завязывается на шее. И сзади резинка. Но на шее она села какими-то вот такими складками. И я как не завязывала эти шнурки. Вот эта вот выпуклость никуда не уходила. И она меня смущала. Ну, почему я взяла на примерку. Это вот такая фирма. Красивая вышивка. Нитками и бисером. Ну, взяла я ее примерить из-за ткани. Я на ощупь поняла, что это какая-то необычная ткань. Заглянула на бирку и удивилась. Первый раз мне попадаются вещи с таким составом. Это 100% крапива. Крапивное волокно. И стоил этот топ всего лишь 50 рублей. Как? Как я нахожу такие вещи, я не знаю. Плестеровые блузки за 300 рублей. Пожалуйста. А вот найти шелк там за 150 рублей. Вообще легко. И собираюсь уже на кассу. И примеряю еще раз вот эту блузку. Потому что сомневаюсь, брать ее или нет. Все-таки цена такая маленькая. И пытаюсь представить, чем из своего гардероба я смогла бы ее носить. Смогла бы я ее носить ли с джинсами. Например, если я вот так вот ее завяжу. Или вот подпоясать ремешком. И в общем встаю, сомневаюсь. Ну прям не знаю. Когда такие цены, прям хочется взять все. Ну, понимаешь, что цена-то да. Ну, надо как-то разумно подходить к выбору. И если мне ее не с чем носить, то, собственно, зачем она мне нужна. И смотрю на вот эту футболочку. Ну, вот эту футболочку я точно решила взять. Потому что это, считай, базовая вещь. А еще в составе с шелком, я считаю, и под джинсы, и под юбку подо все подойдет. А эту я решила не брать.